Нам выдали ласты, идем купаться. Яна, у тебя все в порядке? Яна в параллесе. Вот знаете, чем мне нравится QS? Я как бы сверху нормальный человек, а снизу иду в трусах по городу. Можно даже сказать, по центру города. Я задела как-нибудь вот так вот, у меня красиво. Очень страшно, первые три минуты. Бедная моя девочка. С каратулами нельзя разговаривать, иначе тебя сразу на лодку отправляют и до конца тура ты пьешь теплое пиво. Кто на меня подписан, знает, что у Яны пару дней назад был день рождения. И мы его отметили в очень-очень узком кругу с Яной, с ее мамой и со мной втроем. А сейчас на выходные мы едем с друзьями на Ки-Вест. Ки-Вест самый южный город континентальных США, и путь к нему проходит буквально по океану. Город и одноименный остров располагаются в самом конце архипелага Флорида Кис. Дорога простирается от острова к острову по мостам, и это одна из самых красивых дорог США. Поистине завораживающее зрелище. Яркое голубое небо и чистая синяя вода, наполненная отблесками теплого солнца. Неспешная поездка на машине дает возможность вдоволь насладиться видами Атлантического океана с одной стороны и Мексиканского залива с другой. Мы наконец-то добрались до Ки-Веста и ждем, пока мальчики на регистрации возьмут ключ от номера. И пойдем заселяться. Время уже начало шестого вечера. Через плюс-минус полтора часа у нас отходит паром, который отвезет нас в ресторан, где мы будем отмечать день рождения Яны. Янчик, привет! Янчик в инстаграме. Да, Янчик по-страшному будет в инстаграме. У нас такой отель милый, типично в ки-вестовском таком стиле. Все деревянное, все очень деревенское, но при этом тропическое. Очень круто. Кстати, на Ки-Весте очень много отелей, вот прям огромное количество для гомосексуальных пар. Есть вот прям специальные отели для геев и лесбиянок. И, кстати, нужно быть очень осторожным, потому что ты вроде читаешь, типа там написано adult отель. И ты думаешь, ну да, отель для взрослых, там не будет детей. А потом выясняется, что там не просто не будет детей, а там еще геи живут и лесбиянки. Поэтому будьте внимательны, когда будете выбирать отель. Огромная-огромная спальня на четверых. Все очень такое красивое, светлое. И из номера прямиком вид на бассейн и пирс. Вечером здесь должно быть шикарно просто. Вот так просто раз, и мы красивые уже оказались на пирсе. У нас совершенно не было времени даже сходить в душ, так что мы быстро переоделись. И через пару минут наш паром отплывает. На самом деле он плывет не так далеко. И, как Игорь сказал, можно было бы добраться в платье. Но мы не готовы. Но мы не готовы, потому что мы в платьях, и нам будет не очень комфортно. И еще мы так сильно наелись сегодня в обед, что на самом деле никто есть не хочет. Но там будут... Что там? А, там очень красивый закат. И мы едем смотреть, в принципе, на закат. Поэтому закажем тринки и будем любоваться закатом. Яночка, с днем рождения! Я знаю, я вам говорила, что... Все, они отсюда не верят. Вот. Спасибо. Спасибо. Вообще. Янчик, как к тебе с утра Киеви заходит в 6 часов утра? Эти люди знали, для чего я его ем. Мы сегодня проснулись ни свет, ни заря для того, чтобы отправиться на небольшой остров, на котором построен форт. И это национальный заповедник, называется он Драй Тартуга. В общем, сейчас опять поедем на пирс и поплывем на него, плыть, наверное, до него пару часов, я думаю. Что, отправляемся? Бегом, бегом. Пока в основном зале проводят инструктаж по технике безопасности, рассказывают, когда нас будут кормить и что мы будем делать на этой Тартуге, я хочу вам рассказать, какие интересные вещи про Киевест. У Киевеста очень необычная и интересная история. Постоянное поселение здесь появилось в начале 19 века, когда американцы выкупили этот остров у испанцев. Город развивался очень быстрыми темпами и к концу 19 века был одним из самых богатых во Флориде. Киевест небольшой, но очень уютный. По улицам спокойно разгуливают петухи и курочки, внегласный символ города. А местные жители предпочитают передвигаться на велосипедах и мопедах, нежели на машинах. Вообще, Киевест пользовался популярностью среди американских президентов. Например, Гарри Трумэн в одном из домов обустроил свою зимнюю резиденцию под названием «Маленький Белый дом». Туда, кстати, можно попасть на экскурсию. Ощутить близость к Кубе поможет знаменитая модель буйка, сделанная из цемента. На этом буйке написаны почетные статусы Киевеста. Республика Конг, 90 миль до Кубы, самая южная точка континентальных США, дом закатов. Обычно перед достопримечательностями выстраивается очередь из туристов, желающих сделать фотографию. Местное население любит свой город. Даже на полицейских машинах написано «Защищать и служить раю». Мы еще не отплыли, а меня уже немного покачивает и подташнивает. Ох, будет весело, я чувствую. Я смотрю, тут любителей вкусно покушать, ну или вообще просто пожрать большое количество. Покажи наш богатый стол из пластиковых пилок и ложек. Ну а пока ребят после завтрака прибило и они все дружно спят, я расскажу вам о том, как же мы добираемся на этот остров. Добраться на Трайт-Артугу можно двумя способами. Либо по воде, либо по воздуху. Паромы отправляются рано утром. Плыть туда 2 часа. Стоимость такой поездки около 180 долларов на взрослого человека. И есть еще одна опция. За 20 долларов вы можете переночевать там ночь, но правда нужно для этого захватить свою палатку. Ты подписываешь все необходимые документы, в которых говорится о том, что ты осознаешь риски и снимаешь с них всю ответственность. В честь этого тебе ставят печать на руку и ты наслаждаешься поездкой до Трайт-Артуги. Даже если у вас нет морской болезни, в такие длительные поездки по морю я бы посоветовала все-таки выпивать таблетку от укачивания. Потому что мне, например, было очень плохо и последние полчаса я еле-еле продержалась. Наконец-то мы на твердой земле и морская болезнь сразу прям как рукой сняла. Ласты дают? Круто. Ласты и маски, и трубки. Круто. Нам выдали ласты, идем купаться. Яна, у тебя все в порядке? Нет, я на параллесе сходил. А мы сейчас где? Вот мы сейчас вот здесь. Ага. Вот мы вот так поплывем сейчас. Ой, круто. А это вот тут водятся лобстеры, какой-то конг. Конг это ракушка? Да. Я думаю, почему республика конг? И не могла понять. Конж? Ну не конч, а конг читается. Я хочу, ты хочешь. Заходи. По лотках. По лотках. Хочу остаться здесь в палатке. Привезти с собой стейки, рыбку. Стейки? Я на пить приеду. Да. Да, кстати, сюда можно приехать и остаться здесь на ночь. Сегодня сколько? Шесть человек, да? Да. Шесть человек на ночь остается. Вода, конечно, шикарная. У нас 2.45, надо быть уже в обе кораблях. Мне даже не верится, что мы идем сейчас на крыше третьего этажа. Это довольно высоко, но у меня почему-то нет страха перед высотой, хотя я очень ссыкливая по этому поводу. Но здесь как-то не чувствуется, наверное, из-за того, что здесь как по дороге идешь. Растет трава, асфальт, где-то лежат тропинки. Хуан Понса де Лион был первым, кто обнаружил этот остров в 1513 году. Тогда он был ничем иным, как группой кораллов, населенных морскими черепахами. Первоначально де Лион назвал остров Ласт Артугас, что переводится как черепаший остров. Приставка Драй, что означает сухое, была добавлена позже, как попытка предупредить моряков о нехватке пресной воды. После открытия Драй Тартуга стала меткой на испанских картах для торговцев и исследователей, ориентиром на пути к побережью. Драй Тартуга также стала местом множества кораблекрушений. Ходят слухи, что и по сей день большое количество затонувших сокровищ лежит на дне моря в этих местах. Но мы это проверять не стали. Главной достопримечательностью Драй Тартугас является крупнейший береговой форт в США. Форт, названный в честь президента Джефферсона. Его строительство началось в 1846 году и продолжалось около 30 лет. Однако так и не было завершено. Во время гражданской войны укрепления использовались в качестве тюрьмы. В форте содержалось 4 преступника, которые были осуждены за соучастие в убийстве президента страны Авраама Линкольна. В 1874 году армия покинула форт, а с 1908 года его территория стала природным заповедником. Окружающие форт-рифы были объединены в национальный парк, созданный для охраны природного исторического наследия. Драй Тартугас Драй Тартугас Драй Тартугас Драй Тартугас Драй Тартугас Драй Тартугас Сот, каламари Доброе утро. Доброе утро. Как вы подпали? Нет. А вы? Я с вами не разговариваю. Короче, мы собираемся ездить на гидрочах и... Мама, отца везде. Нужно снять с них ответственность, поэтому вам нужно подписать везде вот такие штуки. Никнейм у всех Сноркелы. Если тебя зовут и спрашивают, ты окей, ты клан на голову ставишь, ты окей, а если не окей, помоги, ты кричишь. Окей. На кораллы нельзя остановиться, кораллы нельзя трогать. С кораллами нельзя разговаривать, на них нельзя мочи и спускаться, иначе тебя при малейшем замечании сразу на лодку отправляют и до конца тура ты пьешь теплое пиво. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Третьи катаются на гидро-чахе, и так сейчас по очереди. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok